Куандыка Бешимбаева сравнили с Отелло и Чикатило. Во время судебных прений адвокаты потерпевшего привели свои доводы касательно версии умышленного убийства. В то время как защитники бывшего министра нациоэкономики настаивают на отсутствии умысла. А второй подсудимый Бахаджан Байжанов заявил, что готов подтвердить свои показания на детекторе лжи. Сегодня завершились прения сторон по громкому делу о гибели Салтанат Нукеновой. Даля Насипова передает из столицы. Прения сторон, которые состояли из двух частей и затянулись на два дня, сегодня завершились. Второй этап, на котором обвинение запросило меру наказания подсудимым, прошло без участия присяжных и онлайн-трансляции. А во время первого, последним выступил Бахаджан Байжанов. Свою речь он зачитал с листа, в очередной раз сказав о том, что не имел цели укрывать преступление и не понимал, что состояние Салтанат Нукеновой критическое. Уважаемый суд, я все рассказал, как есть, ничего не скрывал. Говорил только правду. Если надо и если это возможно, то я готов пройти детектор лжи. Да я готов пройти детектор лжи. А все остальное в ваших руках. Я приму любое решение. После его высказывания выступили другие участники процесса. По словам адвоката Игоря Вранчева, мотивом для убийства своей гражданской супруги Бешимбаеву послужила ревность. Он даже сравнил его с Отелло и маньяком Андреем Чикатило. Основным мотивом этого убийства была ревность. Ревность патологическая, ревность болезненная. И в психиатрии такое состояние, оно так и называется, это бред ревности. Есть отдельный синдром Отелло. Это все качества, присущие как раз Бешимбаеву с учетом его психологического портрета. Защитники подсудимого, в свою очередь, возмутились подобным сравнением. Лейла Рамазанова заявила, что она неуместна. Бешимбаев не расслевал, не насиловал, не убивал нескольких жертв. Он не ел также жертв. Поэтому сравнение с Чикатило является излишним. Очередное заседание суда по самому нашумевшему делу назначили на 6 мая. По информации пресс-службы, на нем подсудимые должны будут выступить с последним словом.